Добрый день, дорогие зрители! Приветствую вас на канале Образование и Саморазвитие! Сегодня мы поговорим о руках, а точнее о линиях на ладонях и что по ним можно узнать. Приятного просмотра! Наше будущее покрыто тайной, но многих людей, особенно представительниц прекрасного пола, постоянно интересует вопрос. Как узнать, а сколько браков у меня будет? По руке, по цифрам или как-нибудь еще? Как же это заманчиво, даже кажется нереальным, но с помощью такой науки, как хиромантия, можно узнать, что скрыто в судьбе человека. Нужно только внимательно посмотреть на свою ладонь. Давайте же попробуем разобраться в этом вместе и понять, можно ли узнать по руке, сколько будет браков у человека. Хиромантия – это название науки о гадании по ладони. Истоки этой науки лежат в Древнем Египте. Тогда гадание по руке было очень востребованным и существовало как наука для избранных. Сегодня же она доступна для всех. Начинающему хироманту нужно определиться, на какой руке правильно рассматривать линии. Линии ваших будущих браков находятся на активной руке, правой или левой, в зависимости от того, правша вы или левша. Эта рука проявляет вашу внешнюю оболочку, то есть показывает то, какими вас видят люди в настоящей жизни. Теперь нужно верно определить линии, ответственные за брак. Линия брака у человека на руке располагается почти на боковой стороне ладошки под мизинчиком. Нас интересуют только четко прорисованные линии, ведь именно они расскажут о женитьбе или замужестве. Короткие черточки говорят лишь о привязанности. Итак, сколько четких линий вы видите, вероятно, столько серьезных отношений готовит вам судьба. Что же еще о браке нам расскажут линии на ладони? Если черта замужества на руке находится рядом с линией сердца, то брак будет ранним. Кстати, линия сердца начинается под мизинчиком с самого края ладошки и проходит к среднему или указательному пальцу. Линия брака, проходящая между началом мизинчика и линией сердца, укажет на то, что ваш брак случится в возрасте 25-30 лет. Черта, проходящая совсем близко к основанию мизинчика, подскажет нам, что вероятный брак будет заключен в более позднем возрасте. И если же линия брака поворачивает наверх, то, вероятнее всего, вы на всю жизнь останетесь холосты. Линия, направленная вниз, говорит о том, что вы переживете своего супруга. Развода не избежать, если линия замужества на конце раздваивается. Причем, чем шире к концу черты будет вилка, тем больше раздоров будет между людьми. Инициатором развода в этом случае будет владелец руки. Большая вилка на линии замужества свидетельствует о скандальности ее обладателя. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Островок на конце линии тоже означает развод. Разница в том, что проходить он будет более эмоционально и непременно закончится непримиримой враждой, судами и разбирательством. Если вы видите такой знак на вашей ладошке, вы являетесь эмоционально восприимчивым человеком. А в вашей семье наметился разлад. Если линия брака направлена от боковой стороны в центр ладошки, но к концу теряет свою четкость, это означает, что чувства постепенно угасают. Возможно, в скором времени вам придется расстаться. То же значение имеет и волнообразная линия брака, показывающая частые ссоры и неурядицы в семье. Если возле линии брака совсем вплотную проходит едва заметная тонкая линия, это может означать наличие в вашей жизни еще одной любовной связи, иными словами, любовника или любовницы. Такие линии измены в хиромантии, как правило, нужно рассматривать на неактивной руке, так как активная рука выражает внешнюю сторону вашей сущности, а неактивное – внутреннее эмоциональное состояние души. Когда линия брака раздваивается, а верхняя линия продолжает устремляться к центру ладошки, это говорит, что после разлуки ваши отношения, скорее всего, продолжатся. А вот прямая линия, стремящаяся к центру ладошки и смешивающаяся с линией успеха, может нам поведать о том, что ваш брак непременно будет счастливым и успешным. Линия успеха – это черта, которая начинается внизу или посередине ладошки и направлена наверх к безымянному пальцу. По линии брака на руке также можно судить о здоровье вашего партнера, о том, будет ли ваш брак счастливым и успешным. Для этого стоит присмотреться к четко расчерченной линии брака, и если на ней присутствуют небольшие ответвления в виде елочки, здоровье вашей пары будет плохим. Если от линии брака уходит ответвление к так называемому холму солнца и перекрещивается с линией солнца, это может означать то, что ваша половина будет преуспевающей и очень знаменитой личностью. И наоборот, когда линия брака направлена вниз и перекрещивается с линии солнца, то вы лишитесь своего положения в обществе, создавая брак. Холм солнца или по-другому холм Аполлона вы можете разыскать под безымянным пальцем. Этот холмик при его наличии символизирует успех и самореализацию владельца такой ладошки. Линия солнца, ее также называют линией успеха, берет свое начало от безымянного пальца и может проходить через всю ладонь вниз. К сожалению, такая ярко выраженная линия есть не у всех. Бывает и такое, что у человека нет линии брака, хотя он состоит в нем. Это означает одно – брак по расчету. В таком браке нет места любви и нежным чувствам. Как правило, такой брак заключен для получения какой-либо выгоды для партнеров. Если линия выглядит в виде маленьких последовательных узелков, такому человеку просто противопоказан брак, так как в браке он будет несчастен и одинок. Уверен, что сейчас у вас уже есть некоторые ответы на вопросы относительно брака. И все же стоит учесть, что хиромантия рассказывает нам лишь про возможные варианты супружества, а также развития дальнейших отношений в браке. Однако, чтобы сделать окончательные выводы, нужно рассматривать и сопоставлять знаки на обеих ладонях и принимать во внимание множество других факторов. Не делайте быстрых выводов и сгоряча не принимайте меры к предупреждению нежелательных событий. И, конечно же, будущее зависит только от вашего выбора, который будет сделан вами в определенный момент жизни. А значит, он всецело зависит от вас. Линии брака на руке расскажут вам, сколько партнеров дает судьба. А вот сколько раз в вашей жизни будет свадьба и насколько счастливыми будут ваши семейные отношения, решать только вам. Не забывайте, что семейные отношения необходимо строить и поддерживать, чтобы они были устойчивыми и счастливыми. И никакие линии на руке сами по себе этого не обеспечат. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и поделитесь с друзьями. Счастья и удачи! До скорого! А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами! Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok